Беспорядки Великобритании 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 к скайпу, и когда речь заходит о России, мы так как-то ухмыляясь, говорим, ну, все понятно. Когда британские власти вызывают на ковер компании, которые... Более того, когда в Сирии просто перекрывают интернет, и там нет интернета во всей стране. Это тоже понятно. Да, но это Сирия, а это Великобритания. Ну и что? Не, ну, спецслужбы работают, у них есть свои методы. Никто с ним возмущается, но все понимают, что телефонный разговор можно прослушивать. Я не назовусь сейчас такой страны, где спецслужбы не могут прослушивать телефонный разговор, и где это им строжаще запрещено. Интернет — это тоже канал связи. Нет ничего удивительного, что они хотят как-то его контролировать. Рано или поздно все равно это случится, потому что если там 5-10 лет назад было настолько незначительно, что это можно было не придавать особого внимания, то сейчас вы привели там правильный пример. Основная координация, когда она идет через какие-то закрытые каналы связи, и когда это, если представляют угрозу безопасности, то они вполне вправе требовать к этому доступ к себе. Как-то блогеры готовы к этому, скажем так? Все так ждут обреченно, что ли, когда это случится. Я сразу вспоминаю, фильм «Хакеры», да? Хакеры борются с представителями властей, условно говоря, и готовы к этой борьбе, да? Что-то такое в реальной жизни вообще наблюдается? Какое-то желание предсостоять отвоевать вот эту свою свободу, да? Ну, что такое свобода? Абсолютно свободы ее быть не может, и в том числе и в интернете. Хотя бы виртуальная, да? Это будет хаос. Ну, и виртуальный, в общем. Уже давно свободы нет, можно вспомнить и судебные, реальные судебные дела, и сроки, которые давались из-за высказывания в блоге. Было уже много обсуждений. По-моему, ни у кого иллюзий, то, что в интернете осталось, какая-то прямо свобода такая, их нету. Лично мне этот вопрос абсолютно не волнует, потому что я не помню, что у меня была необходимость прямо в такой очень конфиденциальных каналах связи, что, конечно, ну, мне кажется, у большинства людей просто нет такой надобности. То есть вы думаете, что проблема только в конфиденциальности, а в том, что власти просто смогут контролировать, перекрывать доступ, это такая экзотика, которая нам, в общем, не грозит. Ну, перекрывать доступ к чему? К определенным сайтам, к определенным... Ну, например, у нас закрылся... Вон, в Казахстане живой журнал опять закрыли. Ну, это в Казахстане. Ну, и что? Про нашу страну. Ну, давайте вот... Ну, смотрите, у нас, начиная с 11 декабря прошлого года. Нет-нет, да и возникают разговоры о том, что, конечно же, националисты обмениваются своими планами через социальные сети, и, может быть, именно в социальных сетях стоит искать объявления о новых манежках. Вот, например, даже поговаривают о том, что в эти выходные что-то такое может произойти. Вот, в один прекрасный день мы узнаем о том, что, поскольку националисты координируют свои действия через ЖЖ, ЖЖ завтра, шестивый день, закрывается. Ну, что касается... И представители РПЦ говорят, а мы будем строить новый храм. И тогда все будет хорошо со временем. Вот, потерпите, друзья, и мы живем с новым храмом. Что касается наших правоохранительных органов, то даже имея информацию, та же самая манежка, она была анонсирована, собрать там 10 тысяч человек тайно невозможно. В любом случае, та же манежка, она была анонсирована за месяц, и все знали, когда и где собираются люди. Тем не менее, предотвратить... То, чтобы за месяц? Ну, за неделю, за две. Ну, я... Она была реакцией на убийство Егора Сверидова, он был убит не за месяц на события. Ну, я точно не помню, да? По-моему... За пару дней. Не, не за пару дней. Не-не, помочь. Потому что она была после того, как они собирались, по-моему, или, по-моему, на 40 дней они собирались. Ну, неважно. В любом случае, она была анонсирована заранее, и это не помогло предотвратить эти события. Поэтому... Не знаю. В общем, в оптимистичном состоянии, на сайте, я варламов, мы... Скорее, в оптимистичном, я бы сказала. Не, в любом случае, если кому-то надо что-то тайно обсудить, ну, это всегда возможно сделать, там, элементарно приличные встречи, и найти способ можно всегда и в интернете. Но рассматривать интернет как что-то особенное, это просто канал связи. Так же, как телефон, как другие способы. И, естественно, его хотят контролировать. Ничего там удивительного, по крайней мере, нет. Голубиная почта наше будущее. С нами в студии был блогер и фантастик. Спасибо.